Если когда-нибудь из Кремля раздастся слово правды, Оля, вы первое вскочите и будете убеждены, что надо что-то делать, потому что Кремль захвачен, и вот те, кого мы там видим, это просто роботы в резиновых масках. Это робот Федор мой любимый. Да, да, да. И что вранье, вот, ну, например, вот Пиноккио, чем больше он врал, тем длиннее у него рос нос. А у российской власти, чем больше она врет, тем длиннее у нее растет ОМОНовская дубинка. И в России очень остроумно, вот там физики всего мира бьются над проблемами сверхпроводимости. В России этот вопрос абсолютно решен, потому что найден сверхпроводник, который работает при любых температурах. Это ОМОНовская дубинка, она проводит решение власти, причем это сверхпроводник, который работает только в одну сторону, только в сторону так называемого народа. И это абсолютно универсальная вещь, это вот та точка ОМОНовская дубинка и наш нос, это то место, где власть встречается с народом. И вот в Хабаровске мы видим, что эта власть вступила в контакт и что ее является главным проводником. И как я уже сказал в программе «Наповал», действительно все было очень по-гиенски, остервенело. И вот я когда смотрел эту пленку, ну казалось, что вот со стороны казалось, что ОМОН добывает себе на зиму запас мяса. Так он судорожно и страшно действовал, и ОМОНовцы, оглушив и обездвижив, тащили добычу в автозаки, обливаясь слюнями из-под забрал. Но как выяснилось, все это мощные, серьезные слова, но все это было еще гаже, потому что красавчика Дегтярева ухитрились поймать за Цугундер, что оказывается все беспорядки. И вся так называемая агрессия, о которой он говорил и на которую он ссылался во оправдание действий ОМОНа, была спровоцирована им самим и его подставными людьми из так называемых центров Э. Там был узнан человек, который начинает драку, который начинает задирать и провоцировать кучу малу, на которую немедленно отзывается ОМОН. То есть понятно, что и здесь, конечно, увы и ах, нет возможности сообщить этим Дегтяревым, что ведь дело не в них. Дело не в том, что они глупые или необаятельные, дело в том, что они очень плохо работают. Потому что они, к сожалению, те люди, которым мы бы не хотели доверить даже управление пышечной, не говоря уже о большой и серьезной области. Пышечной никогда. Никогда. Я, кстати, хочу сказать, Александр Глебович, что вот эта вот система провокаторов из переодетых сотрудников. Это постоянно, конечно. Служб эшников это и в Москве, и где угодно. Где угодно, абсолютно. Это везде. Да, но мы же при этом говорим, эти эшники, знаешь, возможно, они вели бы себя по-другому. Но здесь ведь ими руководят люди, которые, нацепив на себя значок ER или ЛДПР или любой другой, они же действительно всерьез предполагают, что они уже стали высшими существами. И что они относятся к той касте, к той вертикали, которой простительно дозволено все. Потому что, да, действительно, пока является человек составной частью этой вертикали, будут закрывать глаза и на трупы, и на кокаины, и на любое воровство. Как только он вываливается из вертикали, как мужественно вывалился Фургал, который осмелился не силой значка, не силой кремлевских связей, не силой формальной власти, а за счет того, что вот он я и вот они вы. То есть он осуществил самое страшное. Он осуществил личную, контактную, справедливую власть. Вот за это сносят, конечно, сразу.